Дети о детях Когда все расцветает, оживает и распускается Желаю тебе счастья, улыбок и радостей Спасибо, Сангаджи, мне очень приятно И вообще я поздравляю всех мам, бабушек и сестер с 8 марта И я хочу поздравить свою маму, Эджу и сестренку А я хочу поздравить свою маму, Эджу и двух сестренок Сангаджи, а ты знаешь историю праздника 8 марта? Что ты слышал, может ты расскажешь поподробнее? Международный женский день 8 марта вырос из борьбы женщин за права И стал праздником весны И теперь везде есть очень много цветов И сейчас этот праздник проводится во всех организациях Школах и даже детских садиках Да, давай посмотрим, что организовали малыши в детском саду О, тогда внимание на экран! Девушки, как звезды, такие звезды, как она Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она Девушки, как она Про сиреневый пульман, по воскресенном площадях Товят девушки, такие, что не верят за глаза Незавидим, неразмонат и волшебной красоты И обоясним пупые, про себя пофоты Такие детушки, как звезды ПЕСНЯ 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 И душами сожжетело сердце бьется в груди. Значит, делай свое дело все еще впереди. Это не забава, это не игра. Ты имеешь право, и тебе пора. Сожигай, что горела я встала. Сожигай, что ты не подросла. Сожигай, что ты не усилен. Сожигай, сделай нам Россию. Сожигай, сделай нам Россию. Грусти по белым свету, эту песню с собой. Все, что было не так, это ты сегодня такой. Это не забава, это не игра. Ты имеешь право, и тебе пора. Сожигай, что горела я встала. Сожигай, что ты не подросла. Сожигай, звезды в небе синие. Сожигай, сделай нам Россию. Сожигай, сделай нам Россию. Сожигай, чтобы не подросла. Сожигай, чтобы не погасла Сожигай, звёзды в небесине Сожигай, сделано в России Сожигай, чтобы горелая сна Сожигай, чтобы не погасла Сожигай, звёзды в небесине Сожигай, сделано в России Сожигай, сделано в России Сожигай Все вы разные бабули, но для нас все милые Говорим бы вам сейчас, вы самые любимые Бабушек добрые Бабушек добрые, любят все дети Бабушкам добрые наши приветы Сожигай 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 Нет подружки у меня Мне с бабушкой интересно Не прожить на бросные дня С ноутбуком на диване наша бабушка сидит И по скайпу постоянно очень долго говорит И готовят дневные и домой забирает В этом рейде все сидит, монопластиком зависает Моя бабушка повесит две недели на диете Хлопья в русле, Сергей, садик на обед, скорей Кто где-то с интернета, гороскопы, вот и беда Звезды бабушки сказали, слишком внученька худа Съела я тарелку супа, две котлеты скажет А бабуля ходит с орки, куфе, внучка наша Мы с бабушкой готовим дружи Мы другу помогаем И мне она готовит ужин, а я все съезжаю В преддверии праздника нашим Маленькие агенты Китс Патруль устроили настоящую проверку в магазине цветов О, будет интересно на это посмотреть, ведь главное качество Внимание на экран Всем привет, Патруль в строю В преддверии весеннего праздника мы решили провести проверку к 8 марта Данил, а ты приготовил подарок маме, сестре или даже мне? Да, я как настоящий джентльмен приготовил все подарки заранее Ну а наш Китс Патруль решил пройтись по самым топовым магазинам цветов Ну что, поехали! В чем отличие розы с длинной ножкой? Скажем так, 1 метр от 60 сантиметров В принципе, ничем не отличается Цветок, он остается цветком Единственное, что чем длиннее ножка, тем медленнее напивается бутон То есть, все распределение влаги идет со стволу И только в последнюю очередь доходит до самого бутона Чем короче, тем быстрее, значит, цветок цвел Чем длиннее ножка, тем медленнее он цветет и напивается, медленнее начинает цвести Скажите, пожалуйста, а с какими цветами вам приятнее всего работать? Я люблю разные цветы Но, наверное, что-то более экзотическое Весной я люблю весенние цветы Зимой более экзотику А самое, наверное, любимое, это все-таки остаются Как для степной республики, это тюльпаны Спасибо Какие цветы предпочитают дарить, кроме тюльпанов? Сборные букеты, в основном розы Также любят гиацинты дарить Какие-то разновидности полевых цветов Иногда декоративные элементы Это могут быть колоски Верба цветет по весне Также это могут напоминать что-то, наоборот, о зиме Какие-то цветы, связанные что-то с зимней опушкой, такой белой И более необычные, это, наверное, тропические цветы Цветы и характер человека, есть ли взаимосвязь между ними? Конечно, есть В первую очередь, в зависимости от возраста получателя Если это юная девушка, соответственно, юным девушкам дарят более нежные оттенки Это могут быть от ярких розовых оттенков до постельных оттенков А возрастным женщинам в основном дарят цветы яркие Потому что, ну, не у всех зрение стопроцентное Поэтому, чтобы цветы были на контрастах То есть ярко-желтый может быть рядом с красным цветком Они более контрастируют между собой И, соответственно, появляются какие-то пятна У плохо видящего человека Для возрастных людей также Лучше дарить цветки, которые имеют какое-то значение У многих цветов есть свои значения Тако-хризантем – это символ долголетия То есть пожилым людям, соответственно, дарят цветки долголетия Расскажите, пожалуйста, как вы стали флористом? Флористом стала я с 18 лет Приехала в город Элисту У меня была небольшая палатка И с нее начинала Там я уже поняла, что я люблю Обожаю цветы творить, сочинять И, получается, с того момента Вот за 12 лет у меня уже вот есть Три салона цветов Идеальный букет для вас какой он? Идеальный там, где все четко, ровно Тоже есть свои правила в букете Так же, как и в любой другой работе, наверное А какие они, эти правила? Работает в букете цвет, расстановка цветов В букете бывает тоже есть и нервные, есть гладкие формы То есть букет может быть тоже так же, как и нервным Спокойным, с настроением, без настроения Он тоже чувствуется Как сохранить свежесть цветов? Расскажите В первую очередь, когда приносите домой цветок Если это тюльпан, то нужно будет его подрезать под углом 90 градусов Если это будет роза, то ее нужно будет подрезать под углом 45 градусов Если вам в магазине, где покупали цветы, давали минералы для цветов То лучше их развести в воде Если нет, тогда просто поставить в теплую воду Они будут лучше раскрываться, дарить свой аромат и долго цвести Где вы берете вдохновение? Вдохновение, ну оно, наверное, всегда у меня есть, присутствует Ну от хорошего настроения, естественно С какой мыслью проснулась все-таки Если никто не испортил настроение Всегда, ну цветы, цветы я просто люблю Просто обожаю В них я живу, с ними я живу Ими я дышу, можно сказать Если нет цветов, то значит все Мне скучно, мне неинтересно Если есть цветы, то да Мое вдохновение, цветы мое вдохновение Посмотрела, полюбовалась, все Взяла в руки цветочек и от него начинается вдохновение К нему уже собираешься, оставляешь букет Какие ваши любимые материалы при создании букетов? Ну, естественно, это ножик, секатор Всякие канцелярские принадлежности тоже Как степлер, скобы Ну, всякие разные ножи, секаторы, они тоже все разные идут Под каждый букет разный инструмент Из чего вы больше всего любите собирать букеты? У вас есть любимые ингредиенты? Ну, люблю сейчас уже мне что-то интересное, креативное, экзотическое Какие-то цветы, такие потом как ранункулусы, протеи, леокоспермум Такие слова еще и сложные, которые можно не выговорить Какие мои любимые цветы? Что-то необычное, интересное, креативное Думаю, сегодня у нас получился по-настоящему праздничный эфир Да, я думаю, вам понравились наши маленькие телезрители На этом мы с вами прощаемся Всем до новых встреч в следующем эфире Пока-пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok